Власть в тупике. Народ не простил Медведеву и Путину пенсионную реформу. Общество. Пенсионная система. 9 января 2015. Власть в тупике. Народ не простил Медведеву и Путину пенсионную реформу. За год в обществе сложился мощный антиправительственный консенсус против повышения пенсионного возраста. Анна Седова. Комментарии в просмотрах 23 580. Фото. Гавриил Григоров. ТАСС. Материал. Комментируют. Александр Шатилов. С момента введения пенсионной реформы пошел второй год, однако, несмотря на ожидания властей, отношение населения к ней не стало лучше. Весь 2018-й повышение пенсионного возраста оставалось одной из главных социальных тем, волнующих россиян. Судя по всему, правительственные эксперты надеялись, что эту тему удастся достаточно быстро отыграть. И после того, как всплеск недовольства пройдет, переключить внимание граждан на другие проблемы. Однако, несмотря на то, что повышение пенсионного возраста не привело к масштабному выходу людей на улицы, хотя выступления, безусловно, были, его эффект оказался более далеко идущим и опасным для Кремля. Судя по опросам, пенсионная реформа сформировала мощный антивластный консенсус в стране, причем среди всех слоев населения. Свободная пресса уже писала о том, что к повышению пенсионного возраста негативно относятся люди из всех слоев общества, как низших, так и высших. Теперь выяснилось, что реформу не восприняли и люди разных политических взглядов, причем в зависимости от убеждений, они винят в этом разные органы власти. Согласно исследованию Акция 8, в рамках которого была опрошена почти 86 тысяч человек, люди видят разных виновников реформы в зависимости от того, верят ли они, что в России существует социальное государство или нет. Интересно, что среди тех, кто верят в социальную направленность российского государства, только 10% винят в пенсионной реформе власть в целом, 48% возлагают ответственность на правительство, 17% на президента, 12% на Единую Россию, 4% на региональные власти и 8% на сам народ. Где в России пенсионную реформу возненавидели больше всего, и чем это опасно для Кремля протест против повышения пенсионного возраста не затих, он меняет формы. Зато респонденты, которые считают, что социальное государство у нас отсутствует, склонны гораздо меньше обвинять правительство и больше критиковать власть в целом. Так, 39% посчитали, что в пенсионной реформе виновата власть как таковая, 20% указали на правительство и 28% назвали главным ответственным президента. 14% посчитали, что виновата Единая Россия, всего 1% выбрал региональные власти и 9% народ. Люди всех политических ориентаций одинаково плохо воспринимают пенсионную реформу. То есть исследуемый нами консенсус включает одновременно и коммунистов, и либералов, и националистов, и социалистов. Да и консерваторов, по большому счету, тоже ведь даже среди них 64% отметили свое отрицательное отношение к решению власти о пенсионной реформе, пишут авторы. При этом наибольшее недовольство властью исследователи выявили в возрастной группе 46 вопросительный знак 55 лет, то есть среди людей, которые особенно пострадали от пенсионной реформы. Как считают авторы опроса, именно повышение пенсионного возраста стало для них последним гвоздем в крышку гроба идеи о социальном государстве в РФ. Общее настроение в стране по поводу пенсионной реформы очень негативное. И, безусловно, общее негативное отношение к пенсионной реформе вносит большой вклад в тот антивластный консенсус. А ведь антивластный консенсус реально существует. Никаких заметных отличий в отношении к пенсионной реформе нет ни в зависимости от уровня образования респондентов, ни в зависимости от места жительства опрошенных, ни, по существу, в зависимости от душевого дохода в семьях респондентов, говорится в исследовании. Декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов согласен с тем, что пенсионная реформа надолго испортила отношение россиян к властям, и чтобы снова заслужить их доверие, им придется совершить нечто грандиозное. Хотя пенсионная реформа стала подзабываться, в свое время она задала настолько негативный социально-экономический тренд в общественном сознании, что серьезно подорвала доверие ко всем государственным институтам. Это была или крупная ошибка, или очень тонкий ход противников президента Российской Федерации для того, чтобы сбить его рейтинг. Есть даже версия, что эта реформа была инициирована именно для того, чтобы снизить прапрезидентский настрой в обществе, который наметился после выборов в 2018 года, и отождествить Владимира Путина с непопулярной пенсионной реформой. Заметьте, что до этого вся ответственность в социально-экономической сфере лежала на правительстве и чиновниках, которые служили своеобразным громоотводом, а президент выступал в качестве некоего верховного арбитра. Здесь же Путина серьезно подставили, увязав его напрямую с повышением пенсионного возраста. Если говорить чисто с экономической точки зрения, по техническим параметрам проведенная пенсионная реформа не стала полной катастрофой. Другое дело, что оппоненты власти, прежде всего, непримиримая оппозиция, сумели сформировать убеждение, что власть не заботится о социально-экономических правах граждан, не обеспечивает гармонию в обществе, и что нынешнее государство не является социальным. Хотя, по большому счету, социальным оно не является с 1991 года. Социальное государство возможно только при социализме, мы же с 1991 года живем в рамках жесткой рыночной экономики, где никто никому ничего не обещает. Просто общество расслабилось в тучные нулевые и позже. По сравнению с 90-ми годами шел бурный рост материального благополучия. Поэтому сейчас любые попытки ужесточить социально-экономическую политику встречают противодействие широких слоев населения. СП, то есть антивластный консенсус в обществе существует. Я бы сказал, что у нас действительно сложился антипенсионный альянс, направленный против пенсионной реформы как таковой, невзирая на политические симпатии и антипатии граждан. Думаю, даже среди сторонников власти большинство являются противниками этой реформы, которая была проведена очень топорно и даже вызывающе, что вызывает удивление. Любые другие реформы, даже пресловутая монетизация льгот, проводились более аккуратно, с разъяснительной работой. В течение какого-то времени шла предварительная обработка общественного мнения. Здесь же пенсионная реформа в одночасье была обнародована без разъяснения и обсуждения. И это еще одна причина того, что она была воспринята более остро. Народ к этому даже не готовили. Ему просто спустили сверху разнарядку, и люди возмутились. Категоричность и директивность реформы обществу не понравилась. Поэтому теперь даже косметические изменения пенсионной реформы вряд ли помогут. Либо власть должна продемонстрировать существенные достижения, которые могли бы перекрыть негативный эффект от этого шага, либо начинать думать, как ее свернуть с минимальными имиджевыми потерями. Иранский кризис. Путин получил шанс отменить пенсионную реформу. Удастся ли Кремлю сколотить капитал на противостоянии Вашингтон-Тегеран, и на что его можно пустить? СП. Дело может дойти до отмены реформы. Думаю, отмена пенсионной реформы маловероятна, потому что власть в любой стране не привыкла отступать, даже сделав неудачный ход. Кроме того, даже если реформу свернуть, послевкусие останется, и оно будет гайковатым. Думаю, сейчас ее нужно тихой сапой корректировать, и работа в этом направлении уже отчасти ведется, и в то же время искать мотивацию для общества, чтобы перенастроить его на поддержку власти. В противном случае оно может качнуться в сторону поддержки оппозиции, причем оппозиции условно-либерально непримиримой. Не случайно, несмотря на то, что это социальный вопрос, очень активно пенсионный протест эксплуатирует Навальный и компания, вся та публика, которая, мягко говоря, никогда не была замечена в симпатиях к социализму, социальному государству и нуждам и потребностям граждан СП, а обещанный рост зарплаты и пенсии сможет помочь исправить ситуацию. Даже рост зарплаты и пенсии, который, безусловно, должен быть, вряд ли поможет власти купить лояльность общества. Она должна продемонстрировать серьезные достижения, реализовать масштабный проект или одержать крупную победу, чтобы забылась эта пенсионная инновация и общество перестало обращать на нее внимание. Если потихоньку будут расти зарплаты и пенсии, люди будут воспринимать это, как само собой разумеющееся. Этими подпитками перенастроить общественное мнение будет сложно. Нужно какое-то яркое и значимое событие, неважно, внешнее или внутриполитическое. Пока что осадок от пенсионной реформы серьезно портит отношения власти и общества. Пенсионная система, где в России пенсионную реформу возненавидели больше всего, и чем это опасно для Кремля новости социальной политики, акция солидарности с французскими профсоюзами прошла в Москве.